Единый подоходный налог. Партия «Единая Россия». Авиакатастрофы в Иркутске и над Черным морем. 11 сентября. А еще Гарри Поттер за стеклом и последний герой. Таким был 2001 год для России. А чем он запомнился в Бурятии? Давайте вместе вспомним, что было раньше. У меня сестра-инвалидка второй группы. 70 лет ей. Мы ложимся все в одежде. Я еще шевелюсь, мне 60 лет. А ложусь на кровать, на ее смотрю, она вот так под одеялом. Второй год подряд для Бурятии начинается с рекордных холодов. И если в 2000-м поморозило всего день, с полувековым максимум, то теперь целую неделю со столетним рекордом. 45-47 градусов ниже нуля. Как знать, может, таких капризов природы теплосистема и не выдержала. Жители холодных и темных пятиэтажек Ивалгинска сейчас собирают подписи для подачи в суд на главу района. Эта борьба отчаянная своей безнадежности, поскольку в России, а тем более в Бурятии, еще не было прецедента, когда население сумело отозвать главу своего района. Первым дрогнул Ивалгинск. Отопление там и так появилось только в ноябре, а под Новый год и вовсе пропало. Следом замерзли трубы водоснабжения, а в итоге отключили и электричество. Терпение людей лопнуло. Рождественские праздники Ивалгинска, которым посчастливилось получить квартиры в этих домах, провели возле обогревательных приборов. Покинуть квартиры было слишком рискованно, поскольку у многих лопнули батареи. Сейчас появилась электричество с напряжением 140 вольт, его не хватает даже на то, чтобы растопить сосульки, украшающие водопроводные краны. Здесь натуральная мафия. Друг друга боятся продать. И из-за этого никто ничего не вызывал. Мы бы не пошевелились сейчас вызвать вот это Оригус. И все и так бы опять хорошо прошло. Через месяц похожая беда накрыла Новую Брянь. После аварии без тепла осталось почти 500 человек. Положение в поселке Новая Брянь остается напряженным. Разморожено 207 квартир, в которых проживает 465 человек. Из них 160 дети. В больнице организовано круглосуточное дежурство не только за больными, но и за трубами отопления. Сейчас где-то температура в палатах где-то 8. На сегодня году 12 градусов дома. Света нет, воды нет. Сами постоянно ходим, отогреваем в подвале. С паяльными лампами, чайниками, горячей водой. Я говорю, в субботу, как это началось, мы так постоянно ходим. Муж у меня день и ночь бегает с паяльной лампой, отогревает батареи. Сидели ребенок у меня, сидит под одеялом с утками. В школу не ходят дети, не учатся. На работе холодно, дома холодно. Ни горячей пищи мы не видим, ни тепла. Размороженными оказались более 200 квартир, а впоследствии опустевшими. Большинство жителей просто бросят свои дома. Сейчас это главная достопримечательность поселка и отличная декорация для фильма ужасов. Брошенные квартиры зияют страшными дырами заколоченных, а то и выбитых окон, балконов и лоджий. Нам стало казаться, что поселок назван депрессивным не только из-за безработицы и износотопительных систем. Депрессия почти физически ощущается в воздухе этих улиц, в обреченности, которая таится в глазах нововрянцев. Сегодня рано утром многие жители нашего города были разложены мощным взрывом. Многие подумали, что это землетрясение. Но самая крупная авария пришлась, конечно, на Уан-Удэ. Многие горожане надолго запомнят утро того выходного дня. 3 февраля многим пришлось проснуться раньше запланированного времени. На ТЭЦ-1 взорвался газоотвод котельного цеха. В 7-20 поступила информация сотрудника дежурного МВД, что произошел взрыв. Полностью разрушена кирпичная кладка 6-го и частично 7-го котлов. Разрушено значительное стекление. Взрыв был такой силой, что окна близ лежащих домов выбило. Разрушились кирпичные стены станции. Половина котлов вышла из строя. Очень многое в такой чрезвычайной ситуации зависит от каждого жителя города Уан-Удэ, которые должны ограничить потребление электронагревательных приборов водой, дабы избежать перегрузку электросетевого оборудования города. Сейчас введены в действие все резервные мощности. Однако из-за сильных морозов этого недостаточно. Температура воды в теплотрассах снизилась с 90 до 60 градусов. По закону жанра на улице стояли 30-градусные морозы. Поэтому холод многие ощутили сразу. Более 300 человек ликвидировали аварию неделю. На восстановление станции ушло значительно дольше. Увы, на этом происшествия на ТЭЦ-1 в новом тысячелетии не закончатся. Вторую городскую ТЭЦ плановой мощности не привели до сих пор. После взрыва на ТЭЦ не было зарегистрировано ни одной жертвой. Жители безлежащих домов и работники ТЭЦ за медицинской помощью не обращались. 20 июля 2001 года – черный день в истории поселка Гусиное озеро. Около восьми часов вечера в военные склады, находившиеся неподалеку, ударила молния. Возгорание быстро превратилось в опасное для жизни фаер-шоу с бесконечной серией взрывов, которые растянулись на десятилетия. На складах хранилось много артиллеристских снарядов. Взрывами их стало раскидывать в радиусе до 30 километров. Зарево от пожара было видно даже в столице республики. Ну а в самом Гусином озере люди спасались как могли. Большинство вывез поезд Улан-Уденаушки, который специально высадил всех пассажиров. Часть бежала своим ходом. Некоторые нашли укрытие в месте силы. Та ночь была для нас очень тяжелым испытанием. И я горд тем, что тамчинский ТЭЦ защитил два раза жителей. Там же старый тамчинский ТАЦ, он очень крепкий в здании. Во дворе у Николая Шуменкова лежали шесть боевых снарядов. Два в стайке что и было. Один здесь, один за углом. Один возле огорода большой загнутый, и один там потом вытаскивали, этой кошкой называют. Он тоже был невзорванный. И таких, нашедших подарки от Минобороны оказалось немало. Сначала сознались, что взорвалось 11 тысяч вагонов-боеприпасов. Потом цифра снизилась в пять раз. В день пожара погибло три человека. Двух убило прямым попаданием. А у одной бабушки от ужаса происходящего буквально разорвало сердце. Семь зданий разрушилось. Еще около 80 квартир серьезно пострадали. Ну кто мне поможет? У меня все разбилось. Все ликвидировалось. Запишите меня. По словам местных жителей, взрывы растянутся до трех лет. Многие старики, и особенно дети, не отошли от сильнейшего стресса. Одному годик, и второму два. Так они, посмотрите, что делать. Они орут, и орут, и орут, и кричат днями, и ночами. Во-первых, я приношу вам всем свои извинения. Командующий Сибирским военным округом взял на себе обязательства обеспечения путевками в здоровительном окружном лагере для 50 детей и оздоровления 20 пострадавших по льготным тарифам. В следующие годы число жертв только увеличивалось. Для местного населения разбросанный по округе цветной металл в снарядах стал легким источником заработка. Гибли дети. Даже когда Минобороны отчиталось о полном разминировании территории. 10 июля в Гусинозерске погиб еще один человек. В этом году уже погибло два человека. Ранено более десяти. Желание заработать у жителей Зеленгинского района выше личной безопасности. Полдаты, часовые, за деньги пропускают людей на территорию части. Среди раненых в этом году двое детей. Взрослые туда направляют. Для того, чтобы парнишка проник туда, его привлечь к уголовной ответственности за кражу нельзя. Такие рюкзаки у них заходят, 40-50 килограммов на себе вытаскивают, сдают этим взрослым. Они уводят, сдают, получают на этом деньги. А по цену плитку, шоколад и все. Конечно, о происшествии такого масштаба рассказали все федеральные новости. Но больше запомнился другой материал от телекомпании НТВ. 12 мая в эфире вышло творение «В ожидании Чингисхана». Вот как его описывают журналисты тех лет. Кому-то очень хочется, чтобы наша республика выглядела убогим, бескультурным, деградировавшим регионом, где границу охраняют голодные солдаты и полупьяные казаки. Буряты проживают в основном на свалках, и все население мечтает исключительно об одном – о новом пришествии Чингисхана. Казаки так обиделись, что даже просили Путина разобраться с сюжетами НТВ про Бурятию. Это был третий материал в подобном ключе всего за два года. Но потом телекомпанию залихорадило. И им было не до нас. Городская свалка прославившаяся на всю Россию благодаря журналистам НТВ, снявшим фильмы в ожидании Чингисхана. Этот фильм вызвал волну возмущений среди жителей республики, посчитавших, что журналисты очернили Бурятию. Казаки республики Бурятия обратились с открытым письмом президенту России Владимиру Путину. Казаки Бурятия считают, что в сюжете попытки разжечь национальную рост, оскорбить весь бурятский народ. Автор Алексей Веселовский, точнее заказчик, ставил перед собой совершенно четкую, однозначную цель – показать исключительно негатив. Впервые в истории бурятов разрешили играть без правил! Наконец-то! До больших экранов добрались и местные КВНчики. Команда «Забайкальский вариант» смогла пробиться в одну из телевизионных лиг. Посмотрите на его глаза! Разве эти глаза могут врать? Их вообще не видно! И тут, как известно, юмор у ребят есть, а вот денег – нет. Вышли в высшую лигу. Что-то пыжимся, пыхтим, стараемся. Танцы, танцы ставим. Да, танцы. Специально наняли человека, чтобы он нам ставил танцы. Для участия в телефестивале забайкальцам нужно как минимум 70 тысяч. При этом орг-взнос составляет 600 американских долларов. Это самая дорогая лига в Амике. И для поисков спонсоров у забайкальского варианта практически не остается времени. Деньги нашли. Команда через пару лет дошла до высшей лиги. В тот раз успехов добиться не удалось. Но Бурятия прочно закрепилась на карте КВН движения страны. А появление наших команд в федеральном телеэфире станет привычным делом. Впрочем, как и просьба дать на это бюджетные средства. Дорогие мои улан-удинцы! Извините, что обращаемся к вам с этим новогодним обращением. С Новым годом, дорогие улан-удинцы! Здравствуйте, дорогие улан-удинцы! И за город улан-уде! Баловали федеральные каналы жителей Бурятии вниманием и в честь праздника. Под Новый год такие поздравления из столицы инициировал и Оригус. Правда, назвать горожан правильно вышло не у всех. Дорогие улан-удинцы, мы очень привыкли друг к другу и друг без друга не можем. А еще журналисты Восточного экспресса вновь отправились на границу в боевых действиях в Чечне. Вместе с комитетом солдатских матерей мои коллеги передавали гуманитарную помощь и общались с военными. Среди сопровождающих был и наш журналист Анастасия Манхеева. Казалось, основные проблемы почти уже позади. Но, как оказалось, коробки, в которые были упакованы подарки, за время полета стали разваливаться. И только благодаря смекалке представителей комитета Ганичева и гуманитарных груз удалось довести с охранности до Моздока. Нашей радостью мы встретили наших милиционеров в сводный отряд из Бурятии, который менял своих товарищей. В пользу случая передаю привет своей самой крутой мамочке. Передаю привет всем знакомым. Хотелось бы передать родной земле огромный привет. 2001-й стал их годом рождения на Орегу с первой аналитической программы нашего регионального ТВ. «На ночь глядя» общественно-политический тележурнал «За неделю», где рассказывали не обо всем, но выделяли главное. И еще об одном событии этой недели мы не могли не рассказать в сегодняшнем выпуске. В понедельник на уже традиционной большой пресс-конференции городские власти отчитывались о своей работе за прошедший год. Автор и бессменный ведущий Андрей Левантуев готовил детальный разбор тем по субботним вечерам и помогал проснуться с утра пораньше в воскресенье. А мы вновь переносимся из праздничной, но холодной зимы в жаркое лето. В этом году оно было особенно жарко. Программа «На ночь глядя» дважды признавалась лучшим телепродуктом Бурятии, неоднократно становилась призером различных российских конкурсов, а ее автор Андрей Левантуев стал первым на негосударственных СМИ заслуженным работником культуры республики. Но главное, этот проект на долгие годы стал одной из визитных карточек телеканала. Впрочем, подводить итоги в Бурятии но уже за год Андрей Петрович продолжает и по сей день. А чем вам запомнился 2001 год в Бурятии? Пишите в комментариях под выпуском в наших соцсетях и не забывайте делиться им со своими друзьями. Давайте вместе вспоминать, что было раньше.